В Череповце 17 тысяч землепользователей. Одни успешно строят, а у других все ограничивается забором. Идут годы, участки зарастают бурьяном, долгострои рушатся и рушат архитектурную картину. А между тем, неиспользованные земли могли бы стать площадкой для новых инвесторов и все-таки приносить доход городу. Все земельные участки, которые в нашем городе уходят с молотка, условно можно разделить на две группы. Те, что в собственности и те, что в аренде. Так вот, наказать нерадивых землепользователей легче в том случае, если участок все-таки в аренде. Уже в нашем городе с прошлого года введены так называемые повышающие коэффициенты аренды. Что это значит? К примеру, если предприниматель в год платил за участок арендную плату 6 миллионов рублей, но не использовал этот участок более 6 лет, то он будет платить уже 36 миллионов в год. Чем дольше участок стоит без дела, тем дороже он будет обходиться арендатору. Теперь это закреплено постановлением области. Сейчас в земельном комитете готовят документы об увеличении арендной платы сразу на несколько объектов. Но и та земля, что оформлена в собственность, пустовать не должна и не будет. Если участок не используется по назначению более трех лет, администрация вправе принудительно изъять его и выставить землю вновь на торги. Пока к такой крайней мере в Череповце не прибегали. Все проверки для землепользователей заканчивались штрафами. Причем довольно мелкими. За год удалось привлечь 74 нарушителя. В целом они должны заплатить всего 80 тысяч рублей. Отдел муниципального земельного контроля, комитета по имуществу, он занимается только контрольными проверками земельных участков, которые находятся в аренде и в собственности на территории города. У нас были инициативы, в частности по повышению штрафов, потому что штрафы сейчас не такие значительные и они практически не влияют на ситуацию, которая сейчас происходит. Наказывать жестче рублем – это одна из мер для нерадивых предпринимателей. Сегодня народные избранники предложили и более изощренные способы борьбы с долгостроями и брошенными участками. Необходимо использовать репутационные механизмы. И поскольку эти собственники не принимают каких-то решений, ведут себя с моей точки зрения очень непатриотично и своими действиями снижают позитивный имидж города, то нужно ответить тем же. Например, на заборах написать имена и фамилии владельца, кто кому принадлежит этот участок. Конечно, в каждом случае надо выяснять причину неиспользования индивидуально. Может быть, чем-то помочь человеку методически или каким-то другим способом. Но если территория не используется, должны приниматься меры. Кроме того, депутаты предлагали даже создать черный список недобросовестных физ- и юрлиц. Но, увы, правила проведения торгов парламентарии изменить не могут. Кто платит, тот и хозяин. В прошлом году город продал земли на 50 миллионов рублей. Планы на 2013-й не менее амбициозные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова